МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К декабрю у казахстанцев особенное отношение, поскольку мы 16 декабря отмечаем День независимости. Все мы прекрасно знаем, какие события этому предшествовали и почему выбрана именно эта дата. 36 лет назад случился жильтоксан, но мы до сих пор пытаемся восполнить пробелы в этой истории. Взять к тому же судьбу Кайратор Скулбекова. Многие говорят о том, что он покончил жизнь самоубийством. Другие утверждают, что это было заказное убийство. И мы продолжаем изучать эту тему, поскольку она для нас очень важна. И отрадно, что живы до сих пор еще участники и очевидцы этих событий. И нам посчастливилось записать несколько интервью. С ними мы хотим вас познакомить в этом выпуске нашей программы. По воспоминаниям, когда читаешь, что многие говорят, что случайно там оказались, не осознавая даже масштаба этих событий и того решения, которое они принимали, выходя на площадь. Другие сознательно и знали, зачем они туда идут и для чего. Вот к какой категории вы себя относите? Я принимал участие вообще всех тех, которые осудили в 1986 году. По Алмате 88 человек. Двое из них получили высшее меру награждения, а по Казахстану 110. Всех тех, кого осудили в городе Алмаде, у них у всех две статьи. 60-я Уголовный кодекс. В то время Казахская СССР – это агитация и право насилия, разжигание, национальные розни или расстрой дискриминации от 6 месяцев до 2-х лет лишения свободы. И вторая статья, 65-я. Организация массовых беспорядков сопровождаются погромами и поджогами. 65-я статья – это не просто Уголовный кодекс, она называется «Преступление в государственном значении». Там идет статья «Лишение от 5 до 15 лет». По двум статьям. То есть я не просто участник по этим статьям, я, получается, организатор декабрьского восстания в городе Алматы. Как это получилось? Ну, вообще-то, в то время я был студентом третьего курса казахского государственного университета имени Кирова в то время. В принципе, с приходом Горбачева, Сергея Михайловича, в стране была древняя перестройка, гласность. И, в принципе, мы знали, что Димаш Ахмедович и другие члены политбюро или ЦК Компартии разных республик, союзных республик, что они уйдут на пенсию. И потому, что Кунаев в тот день ушел на пенсию, был уволен с работы. Многие говорят, что уволили. Я считаю, что он ушел на пенсию. И это было нормально. Я об этом узнал 16 декабря часов 4. Принял эту информацию как должное. Я не придал этому никакого значения. Но, придя домой, я узнал, что вместо него пришел вообще незнакомый для нас, казахстанцев, человека. Вот тогда я задал себе вопрос, что это такое, что в Казахстане проходной двор, что ли. И, живя на квартире, я в тот день приехал, часов 9 уже в общежитие Казгу. В то время я был заместителем секретаря комиссии комсомола факультета по идеологической работе. Собрал там студентов своих, узнать, что они думают об этом. Студенты собрались, было 3 предложения. Это было 16 часов 10 вечера. Я пишу, 3 предложения. Первое, не идти в занятия в знак протеста против решения пленума ЦК Партии Казахстана. Второе, написать коллективное письмо в Москву, что мы не поддерживаем решение по лидеру ЦК Партии Казахстана. И третье, выйти на мирный митинг на площадь Брежнева. Но по тому, как была уже информация о том, что студент собирается, скорее всего, представитель совета дал, позвонил декану факультета. С администрации университета факультета пришли секретарь комитета комсомола, партком, и объяснил, что это решение пленума ЦК Партии Казахстана. И это решение могут обсуждать только члены партии, но не консомола. Поэтому вы должны разойтись, если у вас будут вопросы, вам ответить завтра на факультете. Таким образом, мы разошлись, но я и еще один мой товарищ на этом не успокоились. Поехали узнавать, что делают другие студенты на факультете журналистики. Там была тишина. А когда мы уже пришли на факультет юриспруденции, юридически, самое большое количество студентов в то время учился именно на юридическом факультете. То они уже находились на улице и собирались идти на площадь. 16 числа уже вечером. Но вся интеллигенция площадь студенческая получилась. Да, это Казуград отдельно живет, сам поселил город. Но когда мы уже направились в сторону площади, еще не выходя из Казуграда, и опять же администрация университета, секретарь парткома, комсомол, там, учителя, вернули студентов с целью разъяснить нам цель и задачи решения политбюро, ой, ЦК Казахстана. Состоялось собрание, попытались объяснить, но, конечно, не убедили, но, тем не менее, заставили разойтись. Мы типа разошлись, но вернулись и начали задавать друг другу вопрос, что в таких случаях мы можем сделать. Собрали, кто-то принес Конституцию 1977 года, кто-то принес Уголовный кодекс, кто-то Административный кодекс. Начали изучать досконально, что мы можем делать. Даже по закону 1977 года просто, мы имели право выйти на площадь, на демонстрацию, тогда назвался она демонстрация просто, но мы должны были предупредить местные власти за 10 дней вперед. Но так как у нас распоряжение не было 10 дней, а пленум состоялся сегодня, решили составить листовки, распространить, пригласить людей на площадь, но при этом мы каждое слово конкретно давали значение, не противоречит ли наши слова или написанное на бумаге Конституции Уголовного кодекса Стамбурга. И таким образом получилась такая листовка. Жители города Алматы, мы вас приглашаем на мирный митинг на площадь Брежнева 17 декабря, 14 часов 00. 14.00 и все. То есть сидящие там студенты понимали, что мы нещем какую-то ответственность, но не уголовную, скорее всего, административная, исключение с университета или с комсомола. Согласовали вопрос, кто где будет распространять эту листовку, умножили его ночью, на следующий день распространили города, но по возврату, где я распространял, на Бая, космонавта в то время сейчас Байтовшунова, сел на 30-й маршрут, который меня довез до указа Уграда, которым на следующий день в 17-м мы должны были собраться перед директоратом, узнать, кто где распространялся, что происходит в городе. Уже ехав в автобусе с 30-м маршрутом на Садпаева космонавтов, видна была площадь, и там уже было много студентов. Ну, то есть студентов, молодежи, людей было много, я не знал, кто они. Приехав в университет, перед директоратом, конечно, собрались студенты, но уже с директората никто не вышел. И тогда мы решили идти на площадь, закрыли улицу, перекрыли, то есть галстук, палочки. Когда колонна двигалась по улице Тимирязева в сторону Маркова, голова колонны, когда дошла до Маркова Тимирязева, конец колонны выходила еще с Казгурада. Представьте себе, сколько людей. И когда мы на площадь пришли, те, которые стояли на площади, шли нам навстречу, мы обнимались, пели песни, все было радостно, и никто не думал, что этот день закончится трагически. Мы даже не представляли, что это будет. Вас осудили, но вы досрочно условно освободились, и ваша книга называется «Один год, один месяц, три дня». Это вот то время, что вы провели заключение. И я понимаю, что эта книга не оценочного характера, она просто описывается, ваш личный взгляд. Правильно я понимаю? Да, вы правильно поняли. Я бы хотел вас сейчас остановиться, чуть вернуться назад, потому что я уже который год добиваюсь, чтобы о декабрьских событиях 1986 года говорили, была передача на русском языке. Почему-то об этом пишут только казахоязычная пресса. Поэтому я хотел бы объяснить, когда студенты вышли на площадь в 1986 году на площадь, там было, выходили люди, спрашивали, какие у вас предложения. Мы тогда предлагали местное колбин первым секретарем русских, но казахстанцев. Это первый секретарь Кустанайской комопартии Демиденко, первый секретарь ЦК партии Акмолинс в Сильнеградской области Морозова, первым секретарем Ауэльбеку, местных русских. Но придя, москвичи, нас же разделили русских и казахов. Мы до того не знали, что казахов в Алмаде 17 процентов, они нас быстро посчитали. И русских быстро сказали, это ваши враги. Хотя ни один там выступающий, даже среди нас были русские, среди нас осуждены, был даже не казах один, уйгур. Поэтому до сих пор, почему-то, когда говорят о Дегаврисских восстаниях, русскоязычная пресса отодвигается. Ребята, мы говорим, мы граждане этой страны, мы не против вас. Мы граждане этой страны, мы такие же, вы такие же, какие мы... Речь шла именно о Казахстане. О Казахстане, речь шла только о Колбине, не о русских, ребята, поймите правильно. Вот поэтому я бы чуть-чуть вернулся и, я думаю, что донес до зрителей суть того, что происходило в Алмате. Хотя 19 декабря, мы все знаем, в Известиях и в газете «Правда» было написано, что в Алмате вышли на улицу алкоголики и наркоманы, это официальная пресса, и что мы разрушили детские садики русской национальности и бьем мира, уничтожаем русских детей. Это была официальная информация, распространенная в то время в Республике Казахстан. Хотя я до сих пор не курю, не пью и сегодня, и студенты были нормальные люди. А книга, да, это то время, которое я провел в заключении, хотя у меня было по приговору, я был лишен к пяти годам лишения свободы. Я хотела бы спросить такой момент. Вот автор книги, один год, один месяц, три дня, Ермухамбет Куандыков, он сказал, что очень благодарен вам за то, что вы заступились за него и что он мог бы отсидеть гораздо больше, если бы не вы. Вот что побудилось вас выступить в защиту и не было ли вам страшно? Ну, конечно, эти события, они оставили глубокий след в моей жизни, в моем характере, вообще, в миропонимании. Дело в том, что, будучи молодыми, все-таки в это время мы очень остро воспринимали такие вот, это событие очень остро мы восприняли все, те, кто вот участники непосредственно событий. Нужно сказать, что в эти события испытывались такие чувства, как дружба, такое понятие, как дружба на самом деле. Вот, и мы многие прошли через как раз вот испытания дружбой. Наверное, мы все-таки были как-то и воспитаны, и в семье нам дали эти понятия, что настоящая дружба это когда человеку не только когда хорошо, но и когда плохо, нужно быть вместе с ним рядом. Но так получилось, что с Семеном Хамбетом Куандыковым мы жили в одном общежитии, вот, каждый день встречались, нельзя сказать, что мы учились в одной группе, он учился курсом ниже меня, но мы каждый день встречались и участвовали в этой вот оперативной комсомольской деятельности вместе, он там был командиром нашего как бы отряда, человек был всегда ответственный, пунктуальный человек. Конечно, все это сформировало к нему определенное уважение, вот, такое дружное, отношение, сама атмосфера общежития, она формирует эту взаимовырвочку, поддержку, вот, и когда он пригласил меня выступить свидетелем, я без раздумий, без раздумий пошла, значит, выступить, но я не знала, честно говоря, что и говорить-то, хотя мы друг друга видели на площади, вот, и самый такой вот очень такой трогательный момент, тот момент, который меня еще больше укрепил в правильности свои действия, когда я сидела в коридоре и ждала, что меня, значит, позаботит зал сюда, да, вышла пожилая мама с зала сюда, женщина вернее, я еще не знала, кто она, и она подошла к нам, еще сидели там, значит, ребята наши, и она спросила, говорит, на казахском, дети, есть кто-то из вас, кто хорошо говорит по-русски, вот, я сказала, вы знаете, я в основном вообще по-русски говорю, она говорит, там в зале все предают моего сына, все путаются, потому что все говорят на казахском языке, а суд, получается, все три судьи, они не знали государственного языка, то есть не могли, ну вот, слушать, да, полноценно оценить, вообще вот, доказательную базу собрать, наверное, объективно, вернее, подойти, вот, и когда она мне это сказала, вернее, когда я ответила, что не беспокойтесь, я все скажу, все, что знаю, я скажу, я зашла очень решительно в зал, вот, увидела Ермухамбета, вот, и была уже твердо уверенная, что я все сделаю для того, чтобы, вернее, все скажу только в его защиту, вот, знаете, иногда в жизни бывают такие моменты, что нужно сделать решительный шаг и не задумываться об этом, по крайней мере, когда это касается справедливости, вот, я знала, что это несправедливо, что он здесь находится, он никого не убивал, никому не угрожал, каких-либо там националистических лозунгов он не высказывал, вот. Но решающим было, он сказал ваши слова, что если он заслужит такое наказание, такой большой срок, значит, мы все этого заслуживаем. Ну, да, в конце вот, я вот так вот, я сейчас точно не помню, но, потому что это, так сказать, времени много пришло, прошло, во-вторых, это волнение, знаете, я считаю до сих пор и до сегодняшнего, что я сделала правильно, вот, значит, меня правильно родители воспитали в этом плане, вот, и что справедливость должна торжествовать, что мы не должны помогать тому, чтобы безвинные люди, вот, из-за испуга нашего там или каких-то идей, чтобы безвинные люди страдали. И, знаете, вот это все, в принципе, я и пронесла, и через свою жизнь. То есть, тот стержень, который был дан в школе учителями, там, произведениями, которые мы читали все-таки в школе, вот, в первую очередь, воспитание родителей, все это, конечно, дало вот свой вот такой вот результат. Правда ли, что обливали холодной водой в декабре митингующих? Обливали, да, это вот, видите, как, вот, на вопрос вот-таки, кто виноват, кто виноват, сегодня как бы дают ответ, власть виновата. Ну, в целом, как бы, да, власть виновата, но самое главное, по сути, власть не смогла договориться с молодежью. То есть, в то время, советская вот эта идея, идеологическая машина, она не имела, вот, не владела инструментами, значит, ну, как сегодня называют политические технологии, уметь договориться, найти лидеров, договориться, пригласить, переговорить, как говорится, да, а вот, в ответ на это только, вот, значит, угрозы, там, расходитесь, вы, там, и так далее, и так далее, и, поняв, что невозможно уже, как бы, вот эту молодежь, которая хотела получить ответы, но ничего не получила, вот, на свои требования, власть, ничего не оставалось, то есть, дан был приказ, естественно, это было все из центра, вот, о том, чтобы, значит, начать вот именно с этой вот воды, то есть, пожарных машин, которые где-то с 8, между 8 и 9 вечера, начали, значит, с двух сторон вот площади направлять, и мы, молодежь, конечно, этого не ожидали совершенно, мы думали, эти машины просто врежутся, как бы, проедут, но и когда они начали ехать, мы стали обливать вот этой вот холодной водой, которая сразу же заледенела, вот, и это, и это спровоцировало панику, это спровоцировало агрессию, вот, безоружной молодежи, и это было очень большой ошибкой, то есть, неготовность власти, неумение владения технологиями, хотя, считалось, что советская идеология самая, как бы, сильная, да, но неумение, вот, разговаривать, вот, с такой вот. Но это был такой серьезный же, первый в Советском Союзе, митинг за защиту своих прав, гражданских свобод. Да, ну, до этого, конечно, были, да, мелкие такие вот, значит, выступления, но это было массовое, конечно, выступление, во-первых, в центре столицы, получается, государство, вот, выступления молодежи, прогрессивной молодежи, студенческой молодежи, рабочей молодежи, и поэтому власть просто не нашла, она была растеряна, такого сопротивления еще, в общем-то, в Советском Союзе еще никто не оказывал, массового сопротивления, то есть, не были готовы они. Вы тоже участник тех событий, вот, сколько вам было лет, и как, что вы запомнили, наверное, какой урок, может быть, извлекли из того времени? Мне тогда было уже 31 год, я служил на контрактной службе, прапорщиком воинской части, вот, которая охраняла колонию, и узнаю, что в Алма-Ате, вот, события, что связаны, что убрали, значит, Кунаева, стал Колбин, и вот, возмущались. Я не придал этому особого значения, ну, разные бывают, слухи, все, что там, вот. Но когда командир части стал рассказывать всем, что эти казахские националисты врываются в дома, выкидывают с балконов, кто не казахской националисты жильцов, а эти слова говорил подполковник Школин Георгий, он был командир нашей части, дислоцированной в городе Степнобольске. Но люди верили, и они были вот настроены, чтобы ехать и подавлять. Я стал вести агентационную работу определенную. Против? Да, и я сказал, что этого такого не может быть, и вообще правильно делают, что выступают, потому что вы, ну, это было в моей объясненной, потом уже официально объясненной, там было написано, что во всех союзных республиках свои национальные кадры, почему Казахстан неприятное исключение, здесь тоже должен быть свой национальный кадр своих людей, знающих этот непростой регион, и желательно всего он должен быть казахом. Везде свои национальные кадры поставлены. Ну, и правильно делают студенты, что выступают против необдуманного решения партии и правительства, так быстро меняют руководителей. Штук 13, кажется, этих листовок нашли, и я был уже в кабинете начальника политоотдела части, подлецный был, и я его, ну, фамилия Подлесный, но я ее подлец, ее так вот потом перекрестил, вот, и он очень сильно, рьяно взялся за дело, и сказал потом всем, что если человек окончит университет, я тогда сниму себе погоны. Впоследствии я окончил университет, но он погоны себя не снял. Подполковник... Слово не сдержал? Нет, слово офицера он не сдержал. Он был тогда, когда я окончил университет, был начальник политоотдела фрунзенского полка. Но вас не уволили? Нет, меня уволили. Уволили? Счастье и с плохой самая, немножко там со мной занимались вспышки слева, справа, по-пластунски в мороз. Так, ну, я сильно простудился. Вот там, вот. Перевоспитывали вас? И довольно-таки серьезно перевоспитывали. Настолько серьезно, что я вот об этом скрывал, ну, вот сегодня я, наверное, впервые скажу это, это вот такой факт, например, какой-то мужчина, любой из этих мужчин, вот оператор или еще кто, утром один раз, ну, хотя бы бреется бритвой электрической или там, станком, вот. Понимаете, я заметил, что я не чувствую боли, пусть только как за волосы таскали. я лицо свое выщипываю пинцетом, я не чувствую боли. Настолько это все было вот... Сурово и жестко. Ну, руку сломали, зубы выбили, сотрясение было, да, и все ради того, чтобы я отказался от своей объяснительной. Да. Вот. Ну, что сделаешь? Потом, значит, правда, начальник контрразведки пришел, он со мной долго разговаривал, Сергей Александрович был. Вот. Его звали капитаном. Я, я говорю, с тобой в разведку не пошел, вот вы такие-то, такие-то. В конце концов, он, не поверите, он стал на мою сторону, он стал меня защищать. Ну, я поняла, что, тем не менее, вы как бы вспоминаете без злобы те события, что с вами случились, да? Вот, слушая ваш рассказ, я не вижу вот какой-то обиды жестокой такой. То есть, вы как-то простили, получается, тех людей, это все простили. И если бы по аналогии с, вот, допустим, с Куандыком, так вот, который письмо, эту книгу написал, вот, я бы писал, то у меня получилась бы книга уже, если у него один год, 11 месяцев и 3 дня, то у меня официально все, документ есть, 7 лет, 9 месяцев и 22 дня. Именно столько мне засчитали в стаж. и ушел очень достойно на пенсию и я благодарен судьбе, что так сложилось. У меня никакой обиды нет, я... Снова бы так же поступили. Если бы случилось, снова бы так же поступили. Если бы... Вот, знаете, вот тут я... Задумались. Да, вот понимаете, с высоты... Прожитых лет? Нет, с высоты нашего времени, вот, с учетом жизненного опыта, с учетом того, что сейчас уже мозговых извилий, наверное, поприбавилось все это, я вот, честно скажу. Не уверены? Да, я не уверен. Опять пошел бы писатель Совки или нет? Ну, время менялся, и я вообще-то не писал, не жаловался. В одно время по протесту прокурора Казахской ССР, Верховный Суд Казахской ССР снизил мне до двух лет в один прекрасный день, то есть 3-2 февраля состоялся суд Абайского городского суда, уже прямо на месте лишения свободы, и меня, и еще двоих в тот же день освободили условно-досрочно. Поэтому этот день тот, который я находился в заключении. Поэтому книга и называется «Один год», а не в смысле три дня. Но кому-то покажется, ну, что тут один год? Ребята, свобода очень дорогого стоит. Проведенные там каждый час покажутся вам вещь, и оси. Поэтому я не желаю никому туда попадаться. Получается, как бы, вы дополняете те данные, информация, которые уже существуют? Это будет дополнительный материал, я понимаю. на вышелковом уровне достаточно. Есть постановления, рекомендации, которые они вынесли. Но проходя, пройдя столько лет, в связи с тем, что нет информации, немногие люди, и многие, почему-то наш народ, наше население любит, верит не информации, не материалам, конкретно, у которых есть документальные, а слухам. Очень много слухов, что в 1986 году было убито много людей, было закапывали чем-то, тракторами, вывозили за город. Вывозили живых, но не мертвых. Установлено жертвами декабрьского восстания 1986 года пять человек, это советский, Арскулбеков, Кайрат, Ербол, Спатай, Мухаммеджанова Сабира, Лязат Асанова. Вот пять человек, которые установлены, которые погибли, двое из них погибли на площади, а трое уже в других местах, но вследствие этого восстания. Поэтому, чтобы немножко рассеять вот эти всякие разговоры, слухи, я и написал эту книгу, потому что я думаю, что следующее поколение, оно будет не глупее, чем мы, они разберутся, где правда, а где ложь, а где просто сказка или сплетни. На ваш взгляд, вот тот поступок, который совершили студенты, он как-то повлиял на последующие события, вот сегодняшнего дня, уже оглядываясь назад? Вообще-то нас хвалят, что благодаря 86-му году мы развалили Советский Союз. Но это было, но мы непосредственно, конечно, не толкнули эту стену, но вклад свой внесли. Трещину маленькую мы создали. После нас уже была Прибалтика, после нас уже была Кавказ, после нас уже была Беловеческая пуща. Но вообще в каждой империи говорят, история-то не я говорю, история говорит, что в каждой империи в развитии, в эпоху развития своего человечества, в каждой империи каждый народ, маленькие народы через каждые 50 лет задают себе вопрос, кто мы? Наверное, мы то поколение, которые задали себе такой вопрос. Что бы вы хотели бы от молодежи нашей нынешней? Многие говорят об этом. Что мы должны воспитать молодежь в духе патриотизма? А я считаю, что чем больше мы говорим о патриотизме, значит, в этой стране большие проблемы. О патриотизме не надо говорить, нужно просто жить в этой стране, любить его, так же, как и свою жену, детей. И патриотизм, и любить родину начинается с каждой семьи. Наша молодежь не глупее, чем мы. Оно растет, оно развивается, оно не стоит на месте и сказать, что сегодня молодежь плохой я не могу. Потому что я вижу, что они трудолюбивые, они прогрессивные, они мыслят лучше, чем мы, они думают, чем мы, лучше. Но они не такие, как мы. Это не значит, что они плохие. Мы тоже не были такими, как и наши родители. Сейчас вы счастливы, что живете в независимом Казахстане? Вы знаете, сказать просто счастливо, это просто сказать. На самом деле, жить в независимом Казахстане, в стране, в которой больше всего берегут мир и спокойствие граждан, а у нас ведь все-таки живет представители 124 этносов. И то взаимоуважение, то взаимопроникновение наших культур, трудности, которые испытал наш народ, казахстанский народ. Я думаю, что не в каждой стране есть такой сплав национальных культур, которые бы влились в одну казахстанскую культуру, такую пеструю культуру. Это раз. Во-вторых, это историческая память. Мы все помним, насколько тяжело нашему казахстанскому народу было пройти через Голодомор, было пройти через... Репрессии. Да, репрессии, вот эти вот страшные репрессии. Это была страшная машина, которая изломала тысячи судеб. И мы прошли Великую Отечественную войну, индустриализацию, коллективизацию, и несмотря ни на что поколение, которое вот сегодня у нас поколение, это мудрое поколение, поэтому мы говорим, казахстанский народ, это мудрый народ. И, конечно, мы должны делать все, чтобы не допускать этого, прислушиваться друг к другу, открыто смотреть в глаза друг к другу, бороться с несправедливостью, то есть со всеми теми вещами, которые накладывают негативный отпечаток на наш мир и спокойствие. Протесты 1986 года продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников декабрьских событий, ставших предвестником независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности. О том, что важно оценить по достоинству подвиг и мужество героев Жильтоксана, говорит и глава государства. Сегодня, конечно, мы все понимаем, какова цена свободы, и казахстанцы заплатили за нее дорого, потому мы особенно ценим и дорожим тем, что живем в независимом и свободном Казахстане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова